У Вероники всегда был минус, она отвечала без цены. Категорически приветствую. Квоему вниманию предлагается продолжение компьютерной игры «Санитары подземелий». Как ты помнишь из первой части, разведывательно-диверсионная группа «Упырь» во главе с курсантом Кабаном решительно пресекла незаконные попытки осужденных врагов Империи покинуть планету-тюрьму. К сожалению, при выполнении боевой задачи без вести пропал командир группы сержант Хартман. Взявший командование на себя Кабан был уверен, что Хартман погиб. В действительности, сержант попал в лапы одной из опаснейших группировок планеты — банды так называемых полицейских. Эти бывшие полицейские — злобные, свирепые отморозки, посаженные на матросскую тишину за тяжкие преступления. Люто ненавидимые всей планетой. Понятное дело, Хартман должен вырваться из плена и вернуться на планету Гурон в расположении бригады «Мертвая голова». Конечно же, с твоей помощью. Игровая механика, в сравнении с первой частью, радикально улучшена. И теперь работает именно так, как мне хотелось с самого начала работы. Что имеется в виду? Имеется в виду, на сей раз ликвидированы некоторые условности, якобы присущие всем играм известного жанра. Поклонникам жанров скажу сразу, данный продукт не про каноны и не про устои. Данный продукт вообще мимо всяких жанров. Игра сделана такой, какой ее хотелось сделать мне. Главный герой – военнослужащий, десятки раз смотревший смерти в лицо. Но это значит, что даже в самом начале игры сержант Хартман – не печальный задохлик, которому надо тренироваться на крысах, а матерый диверсант, способный решать любые боевые задачи. То есть, он крайне силен, умен, решителен, мастерски владеет рядом спецнавыков, прошел школу непростой солдатской жизни, обучил множество молодых бойцов и вряд ли позволит кому-либо учить себя. Никакие хит-пайнты у сержанта не растут. Никакие левелапы по ходу тюремных приключений его не настигают. Играем на сей раз за взрослого, давно сформировавшегося человека. При этом спешу заметить, что надпись «Ролевая игра» присутствует на коробке неспроста. Если ты больше любишь прокачку, нежели суровый реализм, смело выбирай специальный режим в игре. Он сделан специально для тебя и таких любителей, как ты. Сделан, замечу, не менее качественно. До новой встречи! Полковник, согласно вашему приказу, завтра отправляюсь в Северный, чтобы разобраться с ренегатом. Добро. Скоро возвращается экспедиция, которая должна доставить будильник. Надеюсь, к твоему возвращению наш пленник оклемается. Господин полковник, будильник действует! Заключенный приходит в себя! Хорошая новость! Возвращайся на пост! Северный, мы же нахрен не надо! Ну даже если надо, за всеми собаками мы не следим. Тут обсанно, насколько знаю, вообще не по кошкам, даже больше. Ротоподъем! Ефрейтор Хартман? Десантно-штурмовая бригада «Мертвая голова»? Приветствую, военный! Добро пожаловать в реальный мир! Ощущаешь ли себя живым? Намекну. Планета «Ракада-4». Борьба с Виллианским отродьем, танковые клиния, ковровые бомбардировки, десантные операции, реактивные авианосцы, флот «Ромео», ударная группа «Браво». Ну же, боец! Мы же с тобой из одного котелка жрали, друг на друге в шеи давили. И еще была шутка, даже без боя за родину кровь льем. Помнишь такое? Твою рожу, пожалуй, забудешь. Но здесь ситуация иная, Хартман. Ты наш пленник, точнее, мой. Тебя прирезать хотели, а я тебя спас. Потому что я здесь самый главный. Бежать тебе все равно некуда, поэтому предлагаю сотрудничать. Сотрудничать в каком ключе? Поживешь у нас годик, зарекомендуешь себя с лучшей стороны, примем в подразделение. Подразделение? Подразделение какой организации? Мы полицейские планеты «Матросская тишина». Работаем над установлением закона и порядка в этом гадюшнике, чтобы когда-нибудь планета смогла считаться цивилизованной. Ага, ясно. Слушай, а как бы мне по планетке побродить, посмотреться? Извини, служивый, не получится. Наша база засекречена, сил пока мало. Если кто узнает, уничтожат сразу. Обживайся пока. Пойдем-ка я тебя к Крюку провожу. Он тебе сообщит, остальное и введет в курс. Крюку? Лейтенант Крюк — это наш комендант и мой зам. Как человек он, скажу, прямо дерьмо. Но дело свое делает лучше остальных. Поэтому и поднялся над всеми. Всплыл. Хе-хе-хе-хе-хе. Всех тут у меня в ежовых рукавицах держит. Полезный сотрудник. Ты пока пооботрись в новом коллективе. Присмотрись. В общем, держи нос по ветру, хвост пистолетом, руку на пульсе и валенком не будь. Впрочем, ты ж не пацан, справишься. Заходи, брат. Не боись, не обиден. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Я за вас боюсь, не за себя. Ну, нам пора. Служба зовет. Да и мне пора, а то шкура облезет. Кто с***л шмотки, с***л? Найду урою. Уважаемый, без обид, попутали мы, а? Бери шмотки, они вон в том сундуке. Пусти больничка, хреново очень. Сдриснул резко, пока я добрый. Сюрприз. Пусти близ. Продолжение следует... 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 На дно... Продолжение следует... 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 Братан, мы тут мешочек обронили С деньгами Не видал? Видал? Поднял, не знал, что ваш Опа! Куда это ты полез, дружок? Тамбовский крысоволк тебе, дружок Для аромату! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха Да, психологический триллер Это вообще не одна и тоже, слушай Голл! Поздравляю, батюшка Пришел твой спаситель Соня, какого... Любила я тебя, дурак А ты не оценил Так не доставайся же ты никому Атас, во дела Че надо? Занято здесь Мы к Павлику Рон ему большой привет передавал Пошли нахуй А то сейчас загоним вам обоим по привету В жопу Не следит за языком Мочим козлов, Атилла Хорошая работа, Хартман Замолвлю за тебя словечко Рону Удачи Зачем твоя пришел, Пен-Пен? Ты подал и не гадай эмоции Твои люди валуют мой товар Это совсем глюпый наезд, Пен-Пен Чем твоя может доказать? Сейчас мы проверим Сюда тут хранится Обесюкать склады На этом стволе клеймо склада желтых Моцим тилю на зопых обману цикав Твоя сильно поплатится за такое плохое дело Племи мою благодал у нас, ты белый человек Ты очень надежный партнер Пен-Пен всегда лад иметь дело с такой, как ты Приветствую, уважаемый Желаю приобрести пару-тройку здоровых, сильных рабов Предупреждаю заранее Если впаришь мне х**ю, за**ься пыль глотать Что ты, что ты, дорогой? Умер за только хороший товар Очень хороший Сегодня продаю три раба Сильный Сэнди Мужественный Отто и могучий Цацкес Они принесут в твой дом счастье и богатство Обозначь цены По пятнадцать тысяч за каждого Отличные рабы, все как на подбор А не многовато ли? Особенно за старого жида Даю за каждого по десятке Всегда рад сделать скидку Уважаемым людям Забирай за десять По рукам Что за х**я? Рабы дохнут как мухи П**й меня, урод Прости, дорогой Не виноватый я Кто-то устроил мене подстава Забирай этих двоих по семь А по пять тысяч, слушай Думаешь, так легко спрыгнуть? Не выйдет Мочите козла Хартман Как хорошо, что ты меня нашёл Так редко встречаешь настоящего мужика Я Я в жизни любила только одного человека Думала, что никогда больше не испытаю ничего подобного Смирилась с судьбой А оказалось, вот оно как бывает Что же это за любовь была такая? Наверное, полгода назад Этот бордель взял штурмом очень сильный и свирепый боец Манерами и способом обращения с женщинами, кстати, очень похожий на тебя Ах, он был очень хорош С ним мне довелось испытать самые яркие сексуальные переживания в жизни Я мечтала, чтобы ещё хоть кто-нибудь, хоть раз повторил подобное У меня есть парень, ты его видел на входе Но ни на что Джигитской он не способен С ним противно и душно Ах ты, сучка, пошла в ***, лярва чесоточная Чтоб духу твоего здесь не было Я за тебя жизнь положил Я ради тебя живу на этой гнусной планетёнке А ты обо мне посторонним мужикам всякие мерзости плетёшь Мразь Я пойду с тобой на край света, любимый Я вся твоя Подруга, ты со мной сдохнешь на второй день У меня жизнь очень тяжкая Поэтому давай-ка возвертайся в свой бордель А я тебя буду время от времени навещать А потом посмотрим, может и вернусь за тобой совсем Понравилась ты мне Договорились? Я знаю, что мне не удержать тебя, мой герой Приходи ко мне хоть иногда Пожалуйста Слово Джигита Да Первый этап операции результатов не принёс Придётся произвести дополнительный опрос граждан с максимальным пристрастием Следуй за мной, отрок Знакомая рожа Давненько её не наблюдал Не сидится демону на месте Наверняка избил полгорода и смылся Ха-ха-ха-ха-ха-ха Он сказал пароль Отлично Я уже и не ждал Расчёт по договору Давай, всего хорошего Нам пообщаться надо Что-то не видит здесь мёртвый офицер Ты не перепутай дом Ни в коем случае Вполне подходящий дом Чтобы дать тебе команду Сдаться и следовать за мной Заказанный товар доставлен Что значит товар? Куда ты меня привёл, Швайне? Не волнуйся, гер-офицер Сейчас всё поймёшь Да, что-то я притомился Прилягу поспать, пожалуйста Да Да, похоже, придется тащить этого бомжа на горбу Получите заказ, распишитесь Если ты не против, я распишусь на твоей шее ножом Позволь представить моего учителя Бойда Но он стоит на ногах и может ходить Неужели плейзасло судесное исцеление? О, великий Пу! Не жаль, что просим тебя поделиться мудростью своей с братьями Моя благодарит белый человек Теперь вождь Мумба Самый могучий вождь среди негр Был рад помочь, если что, обращайся Великий вождь Моя думать белый человек обмануть твоя Этот шайтан труба фальшивый Как ты сметь учить свой вождь Моя очень сердится на твоя Моя испытать шайтан труба Прямо сейчас Мдынза быть мишень Если Мдынза правый, духи защитить Мдынза А если Мдынза неправый, духи покарать Мдынза Великий вождь Моя просит прощения Моя слишком рана для смерти Негры, вы лучшие Мдынза, твоя прав Моя прощать верный воин Мдынза Догнать, белый обманщик Стукнуть лицо И посадить клетка Уважаемый У меня в кабинете наволочку с башки надо снимать Че надо? Теперь это мой кабинет Баклажан Бросай пушка, сволочь Отвечать быстро, ку-то такой На кого работаешь? Хэнды хох? Вот черт Вяжем уродов Пшли! Постой Надо трофей забрать Упокойтесь, пшель, пожалуйста Упокойтесь, пшель, пожалуйста Да, давненько я с мужиком в одной койке не спал Тем более с негром Великий унган Разноцветные гости приходить к твоя Моя сильно рад Брат Твоя Иди Хорошо, что твоя навестить моя, брат Здесь расположен институт времени В котором хранится миелофон Он находится под охраной секты миеломанов И я останусь здесь, потому что боюсь гнева А тебе, любимый, желаю удачи Их гнев ничто по сравнению с моей жадностью Жди, скоро буду Спят веселые игрушки Книжки спят Одеяло и подушки ждут ребят За день мы устали очень Скажем всем спокойной ночи Глазки закрывай Баю-бай Распелась Больная какая-то Не хотеть идти Сильно болеть нога Давай ты сначала Надо спеть им в миелофон Холосый песенк А не стать спокойные, доблые Может быть, они дази уснуть Мелофон холосый, сильный усыпитель лазума Когда ты сделаешь свое дело Я приходите на цать лицебный Телепия Тесный кубрик звездолета Мы десант, а не пехота Под ногами сто парсеков до земли Кто курил, а кто кемарил Крюгерштык любимый правил В общем, отдыхали как могли Итак, разыгрывается уникальный лот Сверхсекретный арийский пулемет Ахтунг Даже среди арийцев Про это смертоносное оружие Знают лишь избранные Но уже сегодня оно может служить вам верой и правдой Пулемет значительно мощнее любого доступного аналога У вас очень быстро не останется врагов Круто! А почем? Почти все уже распродано Остался последний экземпляр Если будете брать, могу предложить большую скидку Цена таким образом составит всего 10 тысяч монет Неужели последний? Братан, продай лучше мне Даю 20 50 тысяч Сотня Что-то дорого стало Надо подумать Зря сомневаешься, братан Пулемет крутейший Даже мега-броню полное П Дырявит насквозь, как папиросную бумагу Сам ухватил себе три таких ствола Взял бы четвертый Жаль, деньги кончились Подарок прилагается 10 магазинов с патронами Совершенно бесплатно Хватит, чтобы выкосить всех негров в Мамбасе 150 200 Эх, была не была 300 Черт Раз, два, три Продано За 300 тысяч монет Отличная работа Держи свой процент Ну, нам пора Ежели что, знаешь, как связаться Это он Он продал мне Фальшивый пулемет Уважаемый Пройдемте Пух наглый Стулку рельеф Вгонял в танк Втулку в танк Втулку в танк Втулку в танк Придем Тюргер С какой целью интересуешься? Найди на острове Найди на острове В любую абстракцию Слава ее Ты сильный Я фуновей Я не только сильный Я еще и умный Бабки вперед Сувай в щель Не знаю, как твоя фамилия Хамло Но твое будущее Зависит только от тебя Всего хорошего Найдешь бабки Звони Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Смотрю, оклемался. Что, опять втулку в танк? Всем учреждением тебя ловили. Больнуш, резвый ты. Даже мне синяк поставил. Как я здесь оказался? Отпустите, эскулапы, дела у меня. Как оказался, тебе лучше не знать. А выбраться можно только одним путем. Идем к твоему лечащему врачу, и он тебе проведет диагностику на предмет помешательства. Пройдешь, выпустим. Не вопрос, готов идти. Ну что скажешь, Уоррен? Профессор, могу однозначно заявить. Пациент идет на поправку. Что ж, сейчас выясним. Здравствуй, Хартман. Как самочувствие? Отлично. Лучше не бывает. У меня к тебе несколько вопросов. Расскажи для начала, плавал ли ты недавно на барже, и что означает фраза «втулку в танк»? Хм. Не пойму, о какой барже речь. Здравствуйте, доктор. Позвольте, я допрошу этого пациента лично. Ваша помощь не понадобится. Вообще-то он... Ну ладно, Уоррен. Пойдем покурим. Привет, старик. Время истекло. Ситуация поменялась. Я... Пеледумаль. Внуцок мой сыскалься. Помогать мне бузит. Ты что, спятил, старик? Какой нахрен внук, если он белый? Хе-хе-хе. Внуцок плеемный. Дом я себе оставлю. Вам не отзам. Уходите. Нех*** себе, Заява. Сейчас мы отберем твоего внучка. А ты пока в очереди, постой. Здорово, пацаны. Вы, случайно, не людоеды? Че? Ты кого людоедом назначил, Вафля? Порежу, козел. Оно резко шмотки отдал, иначе я за себя не ручаюсь. Драду решил служить, предатель веры истиной. В аду ему послужишь. Мочите, козла. Ну где твой внучка, э? Сколько нам тут еще ходить, брадить? Уже все, дорогой. Отходились. Оба. Ха-ха-ха-ха. Ты кито такой, а? Сука. Мочим лохов. Именем тайпена, задлузбу снеглами и ласплостлонение неглитянской дули, плеглеваливается к смельте подлый янь-сук. Плеговоль плеводится в исполнение немедленно. Метко целься. Пли! Я вас выкормил, я вас вырастил, я вас взлелел. Вы были аки дети мои. Поэтому замучу вас тоже я. Эх, не доставайтесь же вы никому. Эх, не доставайтесь. Сык-мел-да. Пол-по мудрый, сильно рад. Тот-эм вернуться к пол-по взад. Дожи-дик, дожи-дик, густолит. Комар-дрова пуст, вкусно быт. Моя кандидата Акимба достоин стать наш унган. Он молодец, негр. Силый, веселый. Духи его любить. Твоя Акимба, чернопопый дурак. Только шипко умный донт, а должен стать унган в этот трудный для веснегер момент. Ося-оба тупой чурка-бао-баб. Вонган уже есть. И он великий пепел. Вонгана власти. Шаманство. Негрославье. О, я знат, кто нас рассудит. Чем обязан? Получай своего шлунишку. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Сага Марс, шнель. Смотри. Вон твоя принцесса стоит. Если это принцесса, то я император. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. уважаемый ты хотел подругу форме вот форма внутри подруга страшная какая-то ну ладно проходи к заключенному не мешай нашей любви ноги в руки и бежим резко ула отлиться на ну каком суме карамелька моя умри пидарас пощадите дяденька если кто узнавает мне слышь вонючая ты кого опрокинуть выбрались сальери хренов если б не я уже в аду бы играл спасибо спасибо я оцень благодален отвечай быстро ты продавал лаученгу яда химикаты до белый человек кто это тут такой снайпер а ну подсюды пазал пазал на помощь пола найти себе новый кузница смотри кого привел знакомьтесь мастера лэй чин и сёхе прошу любите жаловать это счастливый день я очень рад пожалуйста будьте как гости в мой дом пазал для кузнец это был хороший план теперь мандолин долго не поймет что он дулак хозяин на нас напали это люди тэй пэйна а 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 х что-то скучно пугануть что лес трол政府 для забавы Ну вот, хоть какое-то веселье Ломим? Данки, уважаемый, Веленданк, ты настоящий герой, ты заслужил награда Только без поцелуев Я видел, как ты драться, гер Форс Зер гуд, Форс, ты героический арийский воин Командование Кройц-Вайсбурга ценит доблесть и навыки Другие тоже ценят Добравшись до крепости, я намерен сделать тебе предложение, от которого нет смысла отказываться Предлагаю выдвигаться немедленно Никакого интереса Мне нацизм глубоко чужен У меня батя на войне с вами уродами погиб Шайзе, ты не есть понимать свои выгода Не будь полфан Тебя че, обратно в эту конуру засунуть? Может еще и костерок рядом развести, чтобы знойных негров набежало Хархман убивает этот вонучий Шайзе, ликвидирт! Так вы знакомы? Брателло, да ты шпион! Обложили гниды казематные Хрен вам без соли, получите! Герр Айсман Человек доказать свою верность и хорошие боевые навыки Считаю, можно принять в организация Подготовить площадь к церемонии Приношу перед командованием и личным составом Священную присягу в том Что буду беспрекословно повиноваться приказам Мужественно переносить трудности И с готовностью положу жизнь за общее дело Хайль Рай! Рядовой Хартман Принять оружие и обмундирование Есть принять Поздравляю, бодец! Служи хорошо! Буду стараться, герр канцлер Господа, сегодняшнее заседание мы проводим в расширенном составе Позвольте представить вам унтер-офицера Хартмана Подающего, на мой взгляд, большие надежды Хартман, это Альберт Гуннер Наш министр вооружений Это Клаус Шульц Министр науки И Бани Это Франц Хальдер, начальник штаба. Единственный умный человек среди собравшихся. Бонзи, Майнхерц, я рад, что ты пришёл. Моя рад видеть твоя тоже, Карл, жив и здоров. Твоя приносит долг. Бонзи, что за унтерменш манеры? Значит, твоя не приносит долг, а хотит ещё трава. Твоя уже брать очень много трава и не платить. Ну, Бонзи, я продам эту партию и ничего себе не возьму. Всё пойдёт тебе. И твоя тогда расплатится только с четверть долг. Всё, уходи, нас могут увидеть. Шнайль, шнайль. У твоя последний шанс, Арец, Карл. Все бросай оружие и сдавайся. Главный, подадик моя. Моё надеяться, Арийцы сильно вломить неграм из города Северный. Не волнуйся, вломим как следует. Так, похоже, у нас гости. О, Хартман, и тут ты. Куда не пойдёшь, обязательно в тебя упрёшься. Да вот, немного нефти решил позаимствовать ради нашего общего блага. Ну, раз на общее благо, то я не против. Успехов, боец. Всё в порядке, уходим. Моя, подумать. Если шайтан труба тяжёлый, значит настоящий. Моя очень хотеть испытать новый труба. Моя больше не хотеть быть мишень. Моя страшна. Белый человек, который обмануть моя, теперь будет мишень. Опять водаёт обезьяна тупая. Почему твоя смеяться? Твоя надо готовиться к смерть. Весёлое было начало, а финал ещё веселее. Спасибо за помощь, брат. Убегаю, дела ждут. Ариец в северном разгуливает в форме, но рожу прячет в кастрюле. Замануха какая-то. Уважаемый, позволь пройти. Имею неотложное дело к пахану. Извини, брат. Приказано никого не пускать до особого распоряжения. Уважаемый пахан. Долго мне ещё ходить подошли до этого времени на полпределье. Потерпи ещё пару дней. Тебя ждёт щедрая награда. Лучшие мальчики-красавчики и настоящие арийские парабеллум. Ну да всё, что ты наканула. Наберут дебилов по объявлениям. Белый господин, послушай Ваньго. Ну? Я уценик Би Шэм. Я послушал вашу разговор. Я могу предложить интересное. Ну давай, предлазы. Извини, дружок. С парабеллумами пока напряг. Смог достать только сторож. Моя чёрный братья. Ваша хорошо понимать, почему мы здесь собраться. Великий унган-пепел уходить в мир духов. Надо выбрать новый унган. Сейчас дух сказать нам, кто он. У нас есть два хороших кандидат. Это почётные негры Акимба и Донта. Донта, Донта, твоя будет унганить лучше любой негр. Акимба потёрен и достоин сильнее, чем все другие кандидаты. Акимба! Уважаемый чёрный эрикторат, закрой свои роты быстро. Только дух знать правильный унган. Ваша молчать. Начинаем избирать. Калима, Балима. Выбираем унгана. Дух, дух прилетать. Унгана нам подсказать. Унгана мы быть любить, лишь бы он нас не убить. Калима, Калима! Без унган нам всем хана. О, дух приходить и указать унган для наша. Вся негр сильно благодарен дух. Дух сказать, что наш унган теперь стать. Великий Акимба! Дух не ошибаться. Он знает судьбу Акимба. Акимба, унган. Акимба, унган. Акимба моя твоя. Я сильно радый. Дух мапупа кандапога. Истинно говорю вам, лом. Как бы антикондрат. О! Точно. Лом, походу, антикондрат. И того. Все это давно знают. Кто в связости-то житие свое тянет, а не как вы, убогие, в грехах погрязли. Во! Вот те двое в балахонах. Они самые, значит, и есть арийские шпионы. Эй, вы двое! В балахонах! Руки в гору! Илья, драпа им отседала. Ломовские святых проповедников покрошили! Беспредел! Беспредел! Субтитры делал DimaTorzok Добрый вечер, профессор, к вам пациент Добрый вечер, дружок! Добро пожаловать домой! Это тот самый маньяк, что уши резал, помнишь? Ну теперь-то мы ему точно мозги заштопаем Я как раз новый метод лечения разработал Соматическая стимуляция психических резервов организма Модулированными колебаниями тока особо высокого напряжения Аааа, не хочу колебаний Вашингтон, отведите нашего друга в комнату отдыха Будет сделано, профессор Хартман, не желаешь ли присутствовать на процедуре? Спасибо, своих дел полно Испытания объявляю открытыми Мы обязаны представить Айсману хороший рапорт Вперед! Аааа Лапумба ундук? Ундук сэмпоба амбардол Урлаламам паупа нубу Па-ла-ла-думба-тумба Урман бапо амбардол, сам бапо амбундук, хач-хач-хач. Атунда, мумба-тумба-шамамба. Атунда, мумба-тумба-шамба. Атунда, мумба-шамба. Атунда, мумба-шамба. Атунда, мумба-шамба. Гершульс, паровоз подан. Зер гуд. Бронепехот уже выдвинулся в сторону промзоны, так что мы здесь одни, Хартман. Твоя задача обеспечить наш охрана на время погрузки танки. Есть. Начинайте погрузка. Отлично, можно отправляться. Эй, Хартман! Момент. Клаус нас атакуют. Аляр, мать твою! пр Silo. 欄. Момент. Момент. Эй. Момент. Моин. Моин. Вот пидор, м**ть! Похоже, к**ец нам, Колян! Аааааа! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Сам рад, что пока не подох Командование интересуется, почему резидент Черныш был уничтожен без приказа Черныша не убивал Чтобы получить его башку с передатчиком, мною потрачено немало усилий Командование приказывает немедленно организовать погоню за человеком, от которого получена голова Черныша, взять в плен и доставить в расположение Командование обещает оказать содействие при выполнении задания Субтитры сделал DimaTorzok Группу наблюдаю от тебя в 10 километрах, направление юго-восток, прием На свою базу двинули гады, ну что ж, давненько я там не был Сербер, приступаю к выполнению, конец связи Хартман, сержант Хартман из РДГ Упырь Я знаю тебя Мне приходили на тебя ориентировки Какая удача, что мы встретились Кто такой? Говори быстро, а! И что за Упырь? Ничего про Упырей на планете не слышу Меня зовут Вайс, Йоган Вайс Я был имперским резидентом в крепости Кройцвайсбург Поставлял сведения главному резиденту Чернышу Я помог разведгруппе Упырь пресечь план побега арийцев с планеты Но из-за необдуманных действий бойца по имени Кабан попал под подозрение и был брошен в тюрьму Чем же тебе насолил боец по имени Кабан? Он произвел масштабную зачистку Кройцвайсбурга, уничтожив почти всю арийскую верхушку Хе-хе-хе-хе, пожалуй, я тебе уже верю, Йоган Вайс Что было дальше? В тюрьме из меня вытащили внутричерепной передатчик При помощи которого я общался с Чернышом И хотели расстрелять за измену Чудом удалось бежать Я немало помотался по планете Пережил многое И в результате оказался здесь Вижу, с местным начальством ты тоже не в ладах Выгребать сортиры – позор для белого человека До сего дня мне удавалось противиться назначению на должность оператора лопаты Но еще пара дней в карцере, и мне бы кранты К счастью, ты подоспел вовремя Найди ключ от моей клетки и освободи меня Ключ в управе лежит Ладно, достану тебе ключик, жди Упырь-1, вызывает Упырь-2, прием Упырь-2, говорит Упырь-1, вижу вас А еще вижу группу уродов Выходят из больших ворот Приказываю уничтожить Понял тебе первый Считай их уже нет Уродам из ворот Огонь Неплохо приземлились Помягче, чем в прошлый раз Здравия желаю, товарищ сержант Разведгруппа Упырь прибыла в ваше распоряжение Командующий группой Рядовой Кабан Здравия желаю Я уже правда не сержант Меня арийцы в унтер-офицера произвели Бойтесь, унтер-менши Мы думали, он умер, а он унтер Товарищи бойцы, на правах старшего по званию Беру командование в свои руки Рядовой Кабан, доложить обстановку Докладаю Обстановка нормальная Настрой бодрый, готовы ко всему Кроме физподготовки Ха-ха-ха! Так точно! Давненько нормальной экипировки не таскал. Чувствую себя человеком. Внимание! Задача номер один. Разрушить дверь, чтобы попасть внутрь. Сейчас жахнем. Гранаты при мне круглосуточно. Угрюмый! Дверь ведет в пещеру, а пещера от взрывов может обвалиться. Тогда нужного врага мы в плен не возьмем, что недопустимо, так как ведет к провалу боевой задачи. Понятно ли это? Герр Хартман, разрешите высказать соображение по поводу двери? Если что-нибудь толковое скажешь, буду рад. Я тут уже давненько сижу. Знаю немало. В пещеру имеется второй вход. Секретный. Могу показать. Пушистый. Охрана челнока на тебе. Упыри остальные за мной. Вайс, показывай дорогу. Меня туда пытать таскали. А вам, через мои страдания, удача подкатила. А больше никакого входа нет? Ни вентиляции, ничего? Есть вентиляционная решетка. Через нее наверняка реально забраться. Могу показать. Отлично. Кабан, принимаешь на себя командование РДГ Упырь. Вайс покажет тебе вентиляционный проход. Зайдешь внутрь, разведаешь ситуацию, будешь двигаться внутри пещеры мне навстречу. Вайса с собой не бери. Вопросы? Вопросов не имею. Зачистка подземелий – моя слабость. Сейчас посмотрим, что у моего приятеля под капюшоном. Пришли. Теперь, с вашего разрешения, я вернусь назад и буду ждать вас у корабля. Валяй! Угрюмый, твой ход. Только не переборщи с зарядом. Нужно взорвать решетку, а не всю эту нору. Так точно. За мной! Заперто, б***ь. Умрите! Ур... Да это чучело похоже на ск... Товарищ сержант, возникает впечатление, что вы подслушиваете по дверью, как мы врагов крошим. Шутка, товарищ сержант. Ты нашел говно в капюшоне? Нашел! Но говно фальшивое! Б***ь! Ладно, айда на выход. Здесь больше ловить нечего. Жопой чую, не к добру все это. Ну, наконец-то! Мы уже все анекдоты друг другу порассказали. У меня простое условие. Выполните, он еще поживет. Нет? Будет жить только в вашей памяти. Да, т*** твою мать! Требую, чтобы меня на этом челноке доставили на противоположное полушарие планеты, где не действует Цербер. Там я воспользуюсь черным квадратом. Появится корабль, подберет меня, а вы дальше сможете действовать по своему усмотрению. Что подвигло тебя встать на скользкий путь измены родине, Вайс? В этом и есть твоя вина. Я поручился за тебя при приеме в Арице. А что сделал ты? Устроил зачистку в Кройц в Айсбурге, после которой фрицы меня тут же закрыли по подозрению в шпионаже. Вайс, ты в курсе, что такое приказ? Так вот, я выполнял приказ и выполнил его. Валькирия была уничтожена. Замечу, моя боевая задача оговорок по части жертв среди местного сброда не содержала. Задача, приказ, черныш должен был вытащить меня из тюрьмы, но он и пальцем не пошевелил. Явно избавиться от меня хотел, гнида. Здесь ты прав. Не очень он белых людей жалует. Надо было тебе связку меховых трусов ему подарить, сразу бы дружба наладилась. Не умеешь ты с людьми работать, а еще шпион. Смейтесь, смейтесь. Я тоже посмеялся. Когда Арийцы зачитали мне приговор к расстрелу, я отключил передатчик, который связывал меня с чернышом. И рассказал все новому арийскому лидеру Айсману. Сдал всех агентов на планете, надеясь на содействие в уничтожении черномазового ублюдка. Но, к сожалению, его не получил. Айсман поступил трезво. Если перебить всех агентов, вместо них пришлют новых. Гораздо легче жить, когда знаешь, кто именно за тобой шпионит. После этого я сбежал от Айсмана и нашел новых союзников в лице полицейских. Мне удалось убедить Жданова, что я тайный имперский агент, присланный с целью уничтожения предателей и отступников, вроде черныша. Хитер! Закон и порядок для этих уродов был послаще пряника. Только как же это мы не встретились у полицаев, Вайс? Я там все облазил и со всеми важными людьми познакомился. Когда появился ты, я уже был в Северном, готовил покушение на черныша. Мне в свое время приходили ориентировки на пропавшего сержанта, и когда я взял тебя в плен, узнал сразу. С твоей помощью я добыл черный квадрат, который когда-то являлся составной частью плана Валькирия. Квадрат — сверхсветовой передатчик, с помощью которого я подам сигнал арийскому флоту. А поскольку самой Валькирии больше нет, придется арендовать у вас этот замечательный десантный корабль. Надеешься, арийцы примут тебя с распростертыми объятиями? Я владею конфиденциальной информацией, которая их однозначно заинтересует. Ловко ты маскировался, вражина! Вражина? Да поймите же, я вам не враг. Я просто жить хочу. Империя в лице черныша предала меня, и я понял, что моя шкура для нее не стоит и ломаного гроша. Было бы интересно глянуть на кого-нибудь из вас в подобной ситуации. Могу его снять так, что пушистый даже не испугается. Получи, мразь! Пушистый, обыщи его и отбери черный квадрат. Есть, обыскать! Получено сообщение от главного. Говорит, что человека из МВД надо отпустить, арестовывать и задерживать его нельзя. Как так? Мы же за ним сюда пришли. Главный сообщает, насчет него созрели новые планы. Ну, раз главный сказал, так тому и быть. Слышь, ты, урод тряпочный, пошел вон, пока ноги есть. Праздную эту дату, как второй день рождения, козел! Ну что, хлопцы, время нам отчаливать. У вас есть шанс отчалить тоже. В спецназ вас возьмут вряд ли, хотя лично я считаю, вполне можно. Хе-хе-хе. Тем не менее, даже в строительном батальоне жизнь куда приятнее, чем здесь. Так, я думаю. Какие будут мнения? Тут, как сказать, дело такое. Климат на планетке, конечно, не очень, и туалетной бумаги нет. Зато коллектив хороший, можно делать, что хочешь. Соконность здесь наши, не имперская. Мы не из полицайской панды. Любим по своим понятиям жить. Спасибо, но... Может, лучше сам останешься. Ну, дело ваше. По коням, парни! По коням Продолжение следует... Продолжение следует...